Добрый день, уважаемые участники весенней школы немецкого права на русском языке Германо-Российской ассоциации юристов. Я очень рад поговорить с вами сегодня на интересную тему с моей точки зрения корпоративное право Германии. Нас пока, я вижу, 61 человек. Я думаю, что подойдут еще больше, потому что вчера и позавчера нас было еще больше. Я думаю, что сегодня подойдут еще и еще больше участников. Я перед тем, как начать разговор с вами на эту тему, я хочу сам коротко представиться. Меня зовут Феликс Прозоров-Бастианс. Я являюсь юристом, партнером юридической фирмы «Графон Вестфален» во Франкфурте-на-Майне. То, что вы видите за мной, это действительно пейзаж из города, в котором я нахожусь, во Франкфурте-на-Майне. Я работаю больше 20 лет в Германии юристом. До этого я получил в России юридическое образование, закончил МГУ, получил в Германии юридическое образование и работаю в области корпоративного права, хозяйственного права, в области больше решения споров международного арбитража, но часто сталкиваюсь, естественно, и с корпоративными вопросами, о которых мы с вами сегодня поговорим. Корпоративное право, с моей точки зрения, очень интересная область права. Она непосредственно качается бизнес-деятельности, которая всегда очень интересна и многогранна. Это право, оно касается людей, оно касается человеческих отношений, регулирования человеческих отношений, групп, которые занимаются бизнесом. И вопросы, которые ставятся в корпоративном праве, всегда очень-очень интересны. Конфликтные вопросы, которыми я занимаюсь, они тоже очень интересны. И часто конфликтные вопросы, которые возникают в корпоративном праве, сравнимы разве то, разве что с семейным правом, потому что накал страстей похожий. Что меня всегда интересовало в немецком праве и что мне казалось интересным, в особенности с российским правом, я хочу рассказать вот такую историю, которая произошла в моей профессиональной жизни. У нас был клиент, это большая немецкая газета, и эта газета заключила договор с типографией. В этом договоре стороны договорились об определенных правах и обязанностях для достижения общей цели. То есть обе стороны хотели достичь повышения тиража, и у них было еще совместно одно печатное издание. После этого другая сторона, после того, как у сторон что-то не получилось, другая сторона подала против нашего клиента в суд на оплату определенных услуг. И после долгих перипетий, многих месяцев судебного процесса, суд принял нашу сторону и разделил с нами то мнение, что договор, который заключили стороны, они заключили, сами того не понимая и не отдавая себе в этот отчет, они создали товарищество, то есть они создали корпоративное объединение. И вместо того, чтобы получить оплату услуг нашего клиента по этому договору, нашему, нашей противной стороне пришлось делать отчет о всей деятельности этого объединения, о всех прибыли и убытках, которые за все годы взаимодействия были получены. И только баланс вот этого корпоративного объединения можно было получить в суде. То есть вот мне кажется, это очень интересным принципом немецкого права, о котором мы будем еще говорить. То есть в Германии есть возможность создать сторонам корпоративное объединение простое товарищество, о котором мы будем говорить, не регистрируя его и даже не отдавая себе отчет. То есть можно создать корпоративное объединение просто в силу того, что стороны договариваются о нечто особом, о чем мы будем говорить. Я начну свою презентацию. Так, надеюсь, ее видно, что у меня она. Да, получается, вот эта тема наша с вами, корпоративное право Германии, вот это и контактные данные. О чем будем говорить сегодня? Я хочу поговорить, естественно, тема бесконечна, бесконечна и бездонна. У нас час, и мне бы хотелось в конце нашего разговора составить еще время на вопросы и дискуссию. Поэтому, естественно, я смогу рассказать только с моей точки зрения самых интересных вещах. То есть я остановлюсь на некоторых формах германского корпоративного права. Расскажу о товариществах, о хозяйственных обществах, основанных на капитале. Расскажу о представительстве немецких компаний, в особенностях роль торгового реестра в торговом праве. Ну и потом у нас выйдут вопросы и дискуссии. Какова же, то есть, во-первых, мы как юристы ставим себе вопрос, а где урегулировано корпоративное право, где мы увидим, где мы найдем нормы, которые нам нужны. И в Германии нет корпоративного кодекса, нет единой кодификации корпоративного права. Нормы находятся в самых разных законах, кое-какие нормы находятся в гражданском уложении, то есть аналог гражданского кодекса. Кое-какие нормы находятся в торговом кодексе, в Германии есть таковой, а также в законах, которые изданы по отдельным формам корпоративного права. То есть есть закон об акционерном обществе, есть закон об обществе с заграничной ответственностью, есть закон о хозяйственном кооперативе и так далее. Что нам с точки зрения законодательной базы нужно учитывать? Нужно учитывать, что естественно, как и на все образы права, влияет конституционное право, что важный принцип – это свобода договора. Но мы с вами будем говорить о том, что свобода договора в корпоративном праве удивительным образом соединена с принципом строгости формы. И мы увидим взаимозависимость между такими вопросами, как представительство общества, ответственность за обязательства общества и свобода договора, либо строгость формы. Естественно, мы видим, что налоговое право играет большую роль в выборе формы, корпоративной формы, а также трудовое право, естественно, антимонопольное законодательство и так далее. То есть какие принципы еще можно выделить в корпоративном праве Германии? Это в корпорации есть ограниченное количество корпоративных форм. То есть законодатель предусмотрел определенные кооперативные формы, которые перечислены в законе, в самых разных законах, и за пределами этих корпоративных форм корпоративных образований образовываться не может. То есть даже те корпоративные образования, о которых мы говорим, вот простое товарищество, с которого я начал, которое может образоваться без регистрации, которое может образоваться без того, чтобы стороны отдавали себе отчет, оно все равно является определенной правовой формой, установленной в законе, для которого закон содержит определенные права и обязанности. То есть сторонам достаточно договориться только о каких-то основах, а все остальные права и обязанности, сторон, которые вытекают из того, о чем мы договорились, они находятся в законе. Число этих правовых форм ограничено, то есть стороны не могут сами создать, то есть свобода договора не идет так далеко, что стороны могут создать какое-то правовое образование, которое невозможно будет причислить ни к одному из корпоративных образований предусмотренных законов. То есть даже если стороны предусмотрят очень индивидуальные права и обязанности и огромное их количество, то все равно юрист сумеет сказать, к какой правовой форме относится именно это правовое образование, корпоративное образование. Важный принцип в корпоративном праве – это защита третьих лиц. Будем говорить о том, что в корпоративном праве, в чем его часто прелесть говорить об этом, что есть возможность отделить ответственность личности, физического лица, действующего, занимающегося предпринимательской деятельностью, от ответственности компании, в рамках которой он ведет хозяйственную деятельность. Очень важный принцип в правовом обороте. То есть есть возможность физическому лицу идти на предпринимательские риски, не основывая своей личной ответственности за эти риски. Но этому принципу ограничения ответственности предпринимателя соответствует принцип защиты третьих лиц. Те, которые положились на то, что у корпоративного образования, что оно здоровое, что они смогут, что эти третьи лица смогут получить, то есть что они работают с надежным контрагентом. То есть это такая взаимозависимость принципов. Также в Германии мы увидим интересную возможность соединения правовых форм. Об этом мы еще поговорим. То есть сейчас мы переходим к первой теме, основной теме. Это правовые формы германского корпоративного права. И я начну с товариществ. То есть основной, самой простой формы корпоративных образований. И начну с товарищества гражданского права, с которой я начал сегодняшний разговор. Это создание товарищества гражданского права или простого товарищества. Оно создается без какой-либо регистрации. То есть это договор в любой форме. В договоре не нужно, для создания простого товарищества не нужно, чтобы в договоре было написано, что вот стороны сейчас создают простое товарищество. Достаточно сторона заключить любой договор. И в этом договоре предусмотреть взаимные обязанности, вносить вклад в достижение общей цели. И этого может быть достаточно для того, чтобы на самом деле было создано товарищество гражданского права. К чему приводят, какие последствия у товарищества гражданского права? Последствия таковы, что имущество участников, то есть все имущество участников, имущество и каждого участника, который участники передали, желая того или не желая в товарищество, Оно является общим имуществом участником, то есть оно является имуществом товарищества, но на деле оно является общим имуществом участником, неделимым имуществом участника. Все участники несут полную ответственность за долги товарищества. И то, что они несут общую ответственность, этому соответствует совместное право представительства товарищества. То есть, если не договорено об ином, то договоры от лица товарищества, за которые потом отвечают все, могут подписать, заключить тоже, только все товарищи, действуя вместе. То есть, в рамках товарищества не может такого быть, что один участник товарищества заключил договор, а по этому договору отвечают все. То есть, опять же, есть определенные принципы, которые прослеживаются в этой правовой форме, которую предусмотрел законодатель. Ну и также, так как в эту форму легко войти, как мы поняли, без регистрации, иногда даже не отдавая себе отчет в том, что эта форма была создана, есть право расторжения товарищества в любое время, любым из товарищей. То есть, естественно, что в немецком праве, опять же, принцип свода договора, товарищества гражданского права, если стороны хотят, они могут в значительной мере определить свой круг прав и обязанностей в отличие от того, что предусмотрено в законе. То есть, вот эти принципы, они предусмотрены в законе, а стороны могут довольно далеко отойти от этих принципов. То есть, стороны, допустим, могут предусмотреть, договориться, что один из участников имеет право предоставлять всех участников. А стороны могут договориться о том, что у участников ответственность должна быть ограничена. С третьими лицами могут договориться о том, что ответственность ограничена. Но если такой договоренности нет, автоматические ограничения ответственности нет. Где товарищи с гражданского права, каким образом оно используется в гражданском обороте? Оно используется на самом деле для каких-то небольших хозяйственных образований. И до того, как была создана специальная правовая форма для адвокатов, налоговых советников и людей так называемых свободных профессий, именно это общество пользовалось большой популярностью, допустим, среди адвокатских образований и юридических контор. Допустим, первая юридическая фирма, в которой я работал первые шесть лет своей профессиональной деятельности в Германии, она состояла вот именно в форме такого товарищества гражданского права. То есть у нас было 12 адвокатов, все были партнеры, все были товарищи, но, естественно, у нас был договор, в котором предусматривалось участие в собственности нашего адвокатского образования и участие в прибылях этого адвокатского образования. Следующая форма – это так называемое торговое товарищество. В торговое товарищество, но очень интересно его взаимодействие с простым товариществом, то есть с товариществом гражданского права, о котором мы только что говорили. То есть, по сути, торговое товарищество – это не что иное, как простое товарищество, которое занимается более серьезным бизнесом. То есть, если у товарищества есть определенная бизнес-организация определенного уровня, оно автоматически становится торговым товариществом. И, опять же, очень интересно, что для создания товарищества возможен договор в любой форме. То есть, даже устно, так же точно, как мы говорили о простом товариществе, оно возникает без регистрации. То есть, точно так же, как простое товарищество. Интересно, что в законе предусмотрена обязанность участников этого товарищества вниз вносить его, регистрировать его в торговом реестре. И большинство из этих обществ, действительно, товариществ, они действительно зарегистрированы в торговом реестре. Но регистрация, она не является условием для создания этого товарищества. То есть, для возникновения его и для возникновения прав и обязанностей участников в регистрации необходимости на самом деле нет. То есть, та же самая обязанность участников вносить вклад в достижение общей цели. То есть, это точно так же, как мы говорили о простом товариществе. А также точно у участников образуется общее имущество. А также точно у участников полная ответственность, как мы только что говорили. Но огромная разница вот этого товарищества торгового от товарищества гражданского права заключается в том, что тогда, как в простом товариществе только все участники вместе могли представлять товарищество по договорам с третьими лицами, то в этом торговом товариществе каждый участник имеет право представлять товарищество. И опять же видно, логика законодательная заключается в том, что в обороте, в торговом обороте, который достигает определенного уровня, просто очень непрактично предусмотрение обязанностей или возможности представительства этого корпоративного образования всеми лицами вместе. То есть такого не бывает. Если участников много, просто невозможно, оно не сможет хозяйстве, общество, товарищество вести предпринимательскую деятельность, если каждая договорка, каждая бумага, каждое действие должно быть предпринято и подписано всеми участниками. И с другой стороны, опять же, мы говорили в простом товариществе о том, что полная ответственность соответствует принципу представительства всеми участниками, а здесь этой ответственности нет. Но опять же, законодатель исходит из того, что как бы в сфере большего бизнеса, большого бизнеса, стороны отдают себе отчет в том, чем они занимаются и отчет в том, что они несут за это ответственность. В торговом товариществе все товарищи одинаковы. Они все несут общую ответственность, все участвуют в управлении этого общества, все несут полную ответственность, все одинаковы. Но в гражданском обороте есть необходимость создания таких товариществ, в которых отдельные участники участвуют только капиталом. То есть есть люди, которые говорят, я не хочу сам заниматься бизнесом, я хочу только вложить капитал, дать деньги, чтобы они работали, а бизнесом заниматься не хочу. Ну, естественно, так как я бизнесом заниматься не хочу, я хочу свою ответственность ограничить. И для таких нужд в Германии предусмотрено так называемое командитное товарищество. То есть это, по сути, простое товарищество с той лишь разницей, что некоторые из участников этого товарищества имеют ограниченную ответственность. То есть у части участников ответственность полная, а у другой части участников ответственность ограничена. И участники этого общества называются, то есть есть участники с полной ответственностью, они в Германии называются так называемые комплементеры. А есть участники с ограниченной ответственностью, они называются командитистами. Вот поэтому по командитистам командитное товарищество и назначается, и называется командитным. Опять же, о чем мы говорили уже о всех товариществах, для создания товарищества, для того, чтобы оно появилось на свет, достаточен договор в любой форме, даже в устной форме, теоретически. Естественно, что в большинстве случаев договора заключается в письменной форме. И товарищество, опять же, оно тоже возникает на свет без регистрации. Опять же, так же точно, как и в хозяйственном товариществе, есть обязанность, прописанная даже в законе, участников этого общества зарегистрировать его в торговом реестре. Но это не меняет принцип. Принцип заключается в том, что оно возникает и без регистрации. Но, вот на примере этого товарищества, опять же, виден один очень интересный принцип немецкого права, что до регистрации в торговом реестре ответственность командитистов не ограничена. То есть ограничение ответственности, которое является отличительным признаком командитного товарищества, Ограничение ответственности, оно начинается только с момента внесения этого факта, что ответственность у них ограничена в торговый реестр. Опять же, принцип заключается в том, что мы говорили в самом начале о том, что немецкий законодатель, ну, наверное, любой законодатель любой страны, пытается найти баланс. С одной стороны, между свободой договора, с другой стороны, между защитой третьих лиц. Между ограничением ответственности предпринимателей, с одной стороны, и между защитой третьих лиц. То есть, если третье лицо не имеет возможности заглянуть в торговый реестр и увидеть, что ответственность определенных участников этого товарищества ограничена, значит, он имеет право положиться на то, что он имеет дело с каким-то образованием корпоративным, ответственность которого не ограничена, и участники которого отвечают по своим обязательствам, своим личным имуществам в неограниченном объеме. И, естественно, наоборот, если у него есть возможность убедиться в том, что, увидеть, что ответственность некоторых участников ограничена, то, значит, как бы, общество выполнено свою обязанность проинформировать своего контрагента о рисках, и у контрагента есть возможность оценить риски и решить, пойти или не пойти на заключение договора с этим товариществом. Опять же, только участники с неограниченной ответственностью имеют право представлять вот это командитное товарищество. Опять виден принцип того, что тот, кто не несет полную ответственность, у того меньше прав, а тот, кто несет полную ответственность, у того и свобода определять степень своей ответственности. У командитистов есть права, определенные права, то есть у них есть право вета на особо важные дела, которые касаются, там, вообще выживания всего общества, у них есть определенное информационное право, но тоже очень небольшое информационное право, они не имеют права получать всю информацию об обществе, а только в ограниченном объеме. Ну вот эти виды товарищества являются основными. То есть о чем мы с вами говорили? Мы говорили о товариществе гражданского права, о самом простом, которое там появляется на свет без того, чтобы участники заметили это иногда. Это так называемое открытое товарищество или товарищество хозяйственного права, торгового права, как мы его называли. Это то же самое, просто с большим бизнесом. Это командитное товарищество, то есть товарищество, в котором, как мы говорили, торговое товарищество, у которого части товарищей ответственность ограничена. И есть еще две формы, о которых мы подробно не говорили. Я коротко хочу раз в них остановиться. Это так называемое там тихое товарищество или тихое, наверное, товарищество, если прямо переводить с немецкого языка. Оно очень похоже на товарищество гражданского права, Но особенность его заключается в том, что оно, так как называется, тихо, его не видно. То есть особенность его заключается в том, что это участие одного или нескольких участников в предприятии другого человека. Допустим, у любой компании, которая занимается предпринимательской деятельностью, может заключить договор тихого товарищества по распределению прибыли, допустим. То есть тихий товарищ вносит определенную сумму и получает прибыль на результаты хозяйственного деятельности. Естественно, если он вложил эту сумму и хозяйственное деятельность не получилось, он ее теряет. То есть он участвует в рисках, полностью участвует в рисках, участвует и в прибылях. Он нигде не фигурирует, кроме, конечно, налоговой инспекции. Естественно, там невозможно не фигурировать. Но для общественного оборота тихого товарища не видно. И в этом заключается прелесть этой правовой формы. То есть если люди хотят поучаствовать в предпринимательском успехе какого-то предпринимателя, неважно в какой форме, вот есть такая, не вызывая, не показывая это гражданскому обороту, то, возможно, такая форма. Также есть такая форма, как довольно интересная, недавно созданная. Ну, недавно я уже помню, через 10, но все равно недавно. Недавно форма создана. Это форма, так называемая, партнерское товарищество. Она специально создана для адвокатов, налоговых советников и других лиц, так называемых, свободных профессий. То есть оно хорошо тем, что его ответственность ограничена. То есть ответственность ограничена о том, во-первых, полностью отвечает по долгам этого товарищества. Ну, то есть по долгам, которые не связаны с профессиональной деятельностью. Допустим, вот на нашем примере. Наша компания, она как раз создана в форме такого партнерского товарищества. Это указано у нас на странице в интернете. У нас есть обязанность указывать это. В чем прелесть? У нас партнеров, много партнеров в компании, но не все. То есть часть наших сотрудников, часть сотрудников компании является партнерами, часть сотрудников является не партнером. То есть партнеры нашей компании, они, во-первых, полностью ответственны, запустим, за долги по арендной плате. То есть это обязательства, которые не связаны с непосредственным оказанием юридических услуг. Или если мы, допустим, обязательства по уплате зарплаты, допустим, сотрудников. То есть все участники общества отвечают по этим долгам. Но по долгам, которые касаются профессиональной деятельности, допустим, если мы совершили какую-то ошибку в профессиональной деятельности, дали неправильный совет и этим самым нанесли ущерб нашему клиенту, то наш клиент, естественно, может потребовать от нас размещения этого ущерба. И раньше, когда не было партнерского товарищества, а юридические образования были в форме простого товарищества, то каждый из товарищей нес полную имущественную ответственность за профессиональную ошибку своих коллег. А с увеличением размера товарищества это просто стало не соответствовать требованиям времени. И вот была создана эта правовая форма. И в этой правовая форме прелесть в том, что отвечает полностью за профессиональную ошибку только тот, кто ее совершил, только тот партнер, который ее совершил, участник товарищества, а также товарищество своим имуществом, которое у него есть. Но другие члены этого товарищества, другие партнеры, они по этим долгам не отвечают. И, естественно, что это большое преимущество партнерского товарищества. И большинство, много, наверное, даже большинство, возможно, юридических компаний в Германии, они вот именно пользуются этой формой. Но, опять же, интересный принцип, я отступлю немного, это уже не корпоративное право, это уже как бы право регулирования адвокатской профессии, регулирования профессии, допустим, налоговых советников. Как только появляется ограничение ответственности, сразу, естественно, возникает опасность того, что клиенты, у клиентов возникает риск остаться как бы без возмещения своего ущерба, которое нанесено, допустим, профессиональной ошибкой адвокатом. Для этого регулятор, опять же, законодатель, обязал общество с ограничением ответственности, которое занимается профессиональной деятельностью, во-первых, обязал содержать довольно большое страхование на довольно большие суммы по ограничению ответственности. Во-первых. А во-вторых, регулятор запретил адвокатам по договорам сокращать размеры своей ответственности до определенного уровня. То есть, опять же, налицо необходимость защитить кредиторов, защитить клиентов от рисков, связанных с ограничением ответственности. То есть ограничение ответственности в корпорациях, в корпоративных образованиях не бывает просто так. Оно чем-то оплачивается. Оно оплачивается либо повышенным требованием к открытости этих обществ, к информированности контрагентов, оплачивается определенными ответственностью, повышенной ответственностью лиц, которые отвечают за ведение хозяйственной деятельности и так далее. Некоторые принципы мы еще увидим. То есть, я хочу подытожить наш разговор о товариществах и основные принципы тех, что товарищество это является в первую очередь объединение лиц, объединение людей, а не капиталов. Их возникновение не требует регистрации. Как мы уже говорили, есть обязанность в этих товарищах зарегистрироваться, но это не является в условиях их возникновения. И это есть принцип, основной принцип, конечно, не без исключений. Принцип ответственности у участников и обязательств товарищества. И принцип, так называемый принцип прозрачности для налога на прибыль. То есть, это основная ответственность от другой категории корпоративных образований, о которой мы сейчас будем говорить. Она заключается в том, что вот эти товарищества, то есть подоходный налог взимается не на уровне компании. Компании, как таковой, с точки зрения подоходного налога не существует. А существуют только участники этой компании. И поэтому говорится о так называемой прозрачности компании с налоговой точки зрения для налога на прибыль. То есть, иногда это очень важно для определенных налоговых структур. Очень важно иметь вот эту прозрачность. Очень важно не платить налоги на уровне компании, а платить налоги только на уровне участников компании. Это не значит, что это всегда лучше. В определенных случаях это не лучше. В определенных случаях лучше платить налоги на уровне компании, а потом платить меньше налогов на уровне участников, чем вот так, как здесь. Но на самом деле гражданский оборот в очень огромной степени делает выбор формы, правовой формы, как раз делает зависимым от налоговых соображений. Мы переходим к следующему, второму виду, о котором я буду говорить. Буду говорить только о двух видах. Первый вид – это были товарищества, а второй вид – это общество, основанное на капитале, и третьего вида не будет. Так что второй вид – это общество, основанное на капитале. И я сразу начну с самой основной формы общества, которые основаны на капитале. Это общество с ограниченной ответственностью. В Германии называется «геймбега». То есть российское УОО – самый распространенный вид. В чем его особенности? Сознание – регистрация в торговом реестре. То есть мы видим, у товарищей не было такого принципа, они создавались без регистрации, а здесь общество с ограниченной ответственностью не возникает перед регистрацией в торговом реестре. Имущество принадлежит не участникам, а имущество принадлежит обществу. То есть возникает юридическое лицо, такое образование правовое, которое является субъектом прав и обязанностей наряду с участниками. И в Германии сейчас уже пришли к тому, что и товарищества, о которых мы говорили, они тоже являются юридическими лицами. На самом деле не все, но что имущество тоже принадлежит им. Но здесь это как бы в большей мере видно, потому что имущество действительно принадлежит обществу. Распоряжаться им могут, будем говорить, кто может им распоряжаться. И также по ответственности тоже очень важна, будем говорить. Как раз говорим о том, что ограничена ответственность участников. Что значит ограничена ответственность участников? Значит, участники на самом деле не ограничены, а ответственности участников нет за обязанности общества. То есть участникам есть только обязанность передать обществу свой вклад. Вот если участник свой вклад обществу передал, все, значит он уже никаким образом ни перед кем не отвечает. Отвечает только обществу. Очень важный принцип. И опять же, если общество начало работу до регистрации, это часто бывает такое. Допустим, не знаю, какой-то бизнес-проект, допустим, приобретается недвижимость. Какой-то там, не знаю, интересный проект. Люди увидели, что вот, не знаю, хорошая цена, быстро договорились, покупать нужно сегодня. На себя покупать не хотели, ну как бы нужно покупать на компанию. Где взять компанию? Компанию организовали быстро-быстро. Она еще не внесена в реестр, но уже как бы практически образована. Отключается договор по приобретению недвижимости, а потом через пару дней компания вносит в торговый реестр. Это, кстати, бывает очень часто. Вот в этот момент ответственность участников этого образования, общество с ограниченной общественностью, не ограничена. Потому что общество пока не внесено в торговый реестр. Общественному обороту не видно, что ответственность ограничена, и поэтому работает общий принцип. Если общество не видит, что ответственность ограничена, значит, она не ограничена. У участников общества с ограниченной ответственностью нет права представительства ограниченной ответственности, они от него отделены, то есть есть определенное лицо, это директор компании, директор общества с ограниченной ответственностью, который имеет право представительства ГМБХ, еще есть другие лица, но основной директор, но не участники. Участники не имеют такого права, по определению не имеют. То есть право на представительство строго отделено от членства в компании и нет права расторжения ГМВХ. Естественно, можно это в договоре предусмотреть, но закон по умолчанию такого права не предоставляет. В чем особенность этой формы? Для того, чтобы контрагенты могли исходить из того, что в компании что-то есть или что-то было. Органами управления является собрание участников и управляющих директора, что очень важно понимать в этой связи разницу между управлением в компании и представительством компании. То есть управление – это вопросы, как принимаются решения внутри компании, кто ответственен внутри компании за принятие решений. А в общество с ограниченной ответственностью за принятие решений внутри компании – это и ответственное собрание участников. То есть собрание участников непосредственно. Есть различное большинство голосов для решения различных вопросов по степени важности. Но участников компании принимают внутренние решения компании. И управляющие могут принимать внутренние решения компании в пределах этих рамок, которыми задали собрание участников. Но, как мы уже говорили, собрание участников решение может принимать, но оно не может представлять компанию в исполнении их решений. Это может делать только директор. И как раз участие, собрание участников, собрание участников, естественно, участник, один участник непосредственно не может принимать участие в принятии решений. Это всегда собрание, ему нужно получить большинство или быть частью большинства в собрании участников. Тогда он сможет принимать внутренние решения. И как раз вот возможность участия участников компании в принятии внутренних решений компании является большой отличительной чертой общества с ограниченной ответственностью. Мы будем говорить позже об акционерном обществе. И мы увидим, что участники акционерного общества такого права не имеют. И наличие этого права является как раз тем фактом, который делают общество ограниченной ответственности в Германии очень такой формой, которая пользуется популярностью среди среднего бизнеса в Германии. Не среди большого бизнеса, а среди среднего бизнеса в Германии. То есть люди, которые хотят каким-то образом и сами участвовать в бизнесе, иметь больший контроль, они вот создают такую компанию. Особенность также есть обязанная, одна из отличительных черт, это для передачи доли необходимо нотариальное удостоверение. То есть, опять же, законодатель увидел, что эта форма довольно простая. У этой формы есть большая свобода договора. То есть в рамках тех принципов, которые устанавливает законодатель, о которых мы уже говорили, есть огромная свобода у сторон предусмотреть какие-то свои особенности. Допустим, можно предусмотреть, что у одного акционера будет больше прав, чем у другого. Можно предусмотреть, что один акционер будет иметь право назначать директора. Можно предусмотреть, что с определенным участником будут заключаться определенные договоры, что для принятия решения всегда необходимы его согласия, согласия его или его наследников и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромная свобода договоров. Но для передачи доли необходимо нотариальное удостоверение. То есть законодатель опять пытается найти баланс между свободой и строгостью. Так как компания очень распространенная, компания работает в среднем бизнесе, нужно понимать, кому принадлежат доли в компании, чтобы не было споров. И поэтому законодатель решил предусмотреть нотариальное заверение для передачи доли. Мы увидим, очень интересно, что в рамках акционерного общества, которое на самом деле является формой для большого бизнеса, мы увидим, почему это так, нотариальное удостоверение нет необходимости. То есть очень интересный факт, что, допустим, там Siemens, большое немецкое акционерное общество, которое котируется на бирже, одна из самых больших компаний. То есть всю эту компанию на самом деле можно передать устно. То есть можно акции компании продать и передать устно. В то время как доли в какой-то небольшом качестве с ограниченной ответственностью можно передать только нотариально заверив их. Следующая форма такая, она не очень важная. То же самое общество с ограниченной ответственностью как бы немножко ограничено. То есть в Германии несколько лет назад, десятилетия назад с открытием Европы появились английские компании. И в чем была прелесть, то есть немецкий бизнес создавался в форме английских компаний. В чем была прелесть, что не нужно вносить вот эти 25 тысяч евро, о которых мы говорили в качестве минимального капитала, а можно внести там какие-то минимальные деньги и уже начинать предпринимательскую деятельность. Была необходимость. И немецкий законодатель, появилось огромное число вот этих английских компаний со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть люди не знали, какая у них там внутренняя структура, какие права и обязанности. И юристы многие об этом не знали, суды не знали. И было очень много всяких проблем. И немецкий законодатель решил, давай я тоже сделаю такую возможность и тоже дам возможность создать такую маленькую общество с ограниченной ответственностью без минимального капитала. Ну, действительно, сделал такое общество. Она называется вот так, как называется, предпринимательская компания. Нужно везде указывать, что она с ограниченной ответственностью, что она предпринимательская. И в Германии они не сильно прижились. То есть их как бы не сильно любят. Их сразу видно, сразу видно, что это компания второго сорта, сразу понятно, ага, они не нашли 25 тысяч евро для того, чтобы создать компанию, как с ними работать, ну и так далее, и так далее. И вот, ну, такая форма есть. Переходим к акционерному обществу, которое я несколько раз упоминал, они сравнительно редки в Германии, ну, естественно, относительно редки, естественно, существует большое количество акционерных обществ, но по сравнению с ограниченной обществом их не так много. Минимальный размер уставного капитала уже 50 тысяч евро. Органы управления у нас появляются, дополнительный орган управления, это наблюдательный совет. Мы говорили, вообще, с ограниченной ответственностью, два органа управления, собрание участников и директор, а в акционерном обществе появляется еще третий орган управления, наблюдательный совет, от которого никуда не денешься, он всегда здесь, его невозможно, он не исчезает. Так, большое ограничение свободы договора, это очень неповоротливая большая форма, жесткая очень форма, в рамках которой очень трудно договориться о каких-то особенностях, предусмотреть какие-то особенности. Участники акционеров в управлении компании принимать не могут, никаким образом. То есть, вот эта вот трехступенчатая структура, так вот у нас есть акционеры, вот у них собрание. А вот эти акционеры избирают, а что они избирают? Они избирают наблюдательный совет. Они соблюдают наблюдательный совет, и в Германии в больших компаниях и сотрудники, определенная особенность немецкого права, сотрудники имеют право тоже направлять своих делегатов в наблюдательный совет компании, которые имеют те же самые права, что и члены наблюдательного совета, направленные туда акционерами, особенность немецкого права. И наблюдательный совет назначает управление, правление компанией. То есть, мы видим, что нет связи между акционерами и правлениями, связь опосредована наблюдательным советом. Акционеры никогда напрямую не могут, никаким образом оказывать никакое влияние на управление, всегда через наблюдательный совет. То есть, они отделены от управления. Почему таким образом, для чего это нужно? Акционерное общество, оно создано для финансирования бизнеса на рынке капиталу. То есть, оно создано для того, для людей, которые сами участвуют в управлении, никак не хотят. Они хотят просто вложить свой капитал и получать дивиденды. И как можно меньше заниматься своим капиталом. И для того, чтобы им было спокойно спать, законодатель предусмотрел очень стандартизированную форму, от которой невозможно отойти. Это значит, что участники финансовые, они могут спокойно, они могут положиться на то, что больших изменений не произойдет. Так, что есть наблюдательный совет, который все проконтролирует. И что у них нет необходимости участвовать в управлении обществом. У нас уже остается не так много времени. Есть еще некоторые правовые формы, о которых я останавливаться не буду. Есть коротко об обществах, еще основанных на капиталах, о которых мы говорили. То есть, мы подводили итог, говорили об основных принципах товариществ. Мне хочется коротко поговорить об основных принципах обществ, основанных капиталов. То есть, это определение не капиталов, а не лиц. Это значит, что участие лиц в деятельности общества не так важно. Важно как раз сохранение их капитала и введение капитала в предпринимательскую деятельность. Возникновение требует регистрации, отличие от товариществ. У участников нет обязанности по обязательности общества, разница от товариществ. Управление и представительство отделено, то есть представительство отделено от участия. общество, непрозрачный для налога на прибыль, о чем мы говорили, то есть подоходный налог, он возникает уже на уровне компании. И, опять же, последняя обязанность, довольно интересная вещь. Так как ответственность их общества ограничена, у директора появляется очень интересная обязанность объявить о банкротстве общества, если оно действительно обанкротилось. То есть если общество уже как бы больно, значит оно должно уйти с рынка, иначе его контрагенты потеряют деньги, имея дела с этим обществом, поэтому у директора есть такая обязанность увезти его с рынка, иначе предусмотрена за это даже уголовная отец. Так, я смотрю, у нас времени не осталось. Что еще у нас есть интересное? Представительство немецких компаний об ответственности органов. Торговый реестр, может быть, очень-очень коротко о торговом реестре. Торговый реестр в Германии это очень интересная вещь. Все сведения о коммерсанте, обществе вносятся в торговый реестр. И вот здесь указано в третьей строчке, что данные торговые реестра имеют публичное действие. И в четвертой строчке, что в правоотношениях можно полагаться на данные реестра. Это очень-очень важный принцип немецкой безнадеятельности торгового оборота в Германии. Почему? Потому что не нужно проверять документы, не нужно проверять приказы о назначении директора, не нужно смотреть в устав, ничего не нужно. Просто достаточно заглянуть в реестр и в двух строчках написано, кто директор и какой у него объем полномочий. Это сильно облегчает оборот хозяйства. Даже если эти сведения не верны, риск несет общество. Контрагент может полностью слепо положиться на то, что он найдет в торговом реестре. Еще раз, невозможно переоценить важность этого явления в немецкой правовой жизни. Ну и отлично. Я подошел к концу. Времени у нас уже нет. Я уже говорил, что говорить можно бесконечно и долго. Все очень-очень интересно. И каждая из этих правовых форм так же безгранична, как и тема вся. Но время вышло, и я посмотрю, есть ли какие-то вопросы. О, у меня какой-то очень-очень-очень-очень-очень-теоретический вопрос, на которого я сейчас ответить даже не смогу задуматься. А потом пишите мне, пожалуйста, по электронной почте. Я постараюсь вам ответить. Какова доля каждого вида относительно общего количества юридических лиц? Ну, это где-то вы найдете в гугле. Может ли участник компании ГМБХ стать не участником компании ГМБХ, стать директором? Вопрос. Может ли человек, который не лично лицо, который не является участником компании ГМБХ, то есть общество с ограниченной ответственностью, может ли это лицо стать директором? Или директором является строго участник? Мне кажется, очень важный вопрос. Да, может. Очень важное условие. Может и в огромном количестве случаев. Так оно и есть. То есть, чем больше компания, тем чаще всего бывает так, что на работу приглашается чужой человек. Человек, который выполняет чисто функции менеджер компании. И у этого человека есть собственная ответственность, предусмотренная в законе. Ответственность как по отношению, то есть, во-первых, по отношению к компании. У него есть ответственность по отношению к компании. Ответственность по отношению к акционерам. У него нет ответственности, исключения всегда есть, но общее правило, что у него нет ответственности в отношении к контрагентам общества. То есть общество отвечает контрагентам, а директор отвечает обществу. И у него есть, как я уже говорил, права и обязанности в отношении общества, которые нужно выполнять. Вопрос. Если участник компании общества с ограниченной ответственностью умирает, в какой момент могут участники этого общества осуществлять свои права, наследнические права? И когда у них есть право оспорить решение собрания акционеров? То есть по закону доля в компании сразу переходит к наследникам. То есть даже если это никуда не записано, она сразу переходит к наследникам. Но в отношении к обществу осуществлять права и обязанности может участник только тогда, когда он внесен в список участников. То есть нужно внести наследника в список участников компании, и с этого момента у него появится возможность осуществлять свои права, которые он уже имеет, которые он уже получил в момент приобретения наследства. Вопрос еще раз. У нас есть один участник, я очень рад, очень активный, задает вопросы, очень здорово. Вопрос. Возможно ли так называемая автоматическая амортизация долей в ГМБХ? Что значит амортизация? В Германии есть такая возможность, то есть общество может забрать, насильно забрать долю у участника компании. То есть такая возможность должна быть предусмотрена в договоре. Если такая возможность в договоре не предусмотрена, то забрать насильно долю у участника общества не сможет. Оно сможет только в одном случае, если участник пообещал компании передать взнос, свой взнос участника, а не передал. И вот в этом случае его доля может быть насильственно забрана для того, чтобы получить от него эти деньги, потому что надо платить. Но часто, очень часто в учредительных договорах общества граничной ответственности предусматривается возможность насильственного изъятия доли участника за какие-то прегрешения, за нарушения обязанностей. Довольно часто эти участники пользуются, и я регулярно этим занимаюсь, потому что участвую в корпоративных спорах, ведении корпоративных споров, а это такой очень действенный и частый инструмент ведения корпоративных конфликтов. Естественно, что даже когда доля насильственного изымается, это никогда не делается бесплатно. Всегда участник должен получить за это возмещение в размере реальной стоимости и так далее, и так далее. Я не совсем понимаю, что значит автоматически. Опять же, пишите или звоните, можем поговорить. Я не совсем понимаю, что значит автоматическая амортизация. Следующий вопрос от того же самого участника. Спасибо большое. А вот как раз он говорит о том, что только что я вам сказал о том, что даже если насильственно у участника компании можно забрать долю за прегрешение, ему нужно за это платить. И вот наш участник спрашивает, насколько это можно, вот эта возможность, необходимость выплачивать, выплачивать возмещение, ее можно ограничить. Можно ограничить в определенных пределах. То есть я вам скажу, что в разумных пределах ограничить можно. Сейчас, конечно, невозможно сказать, как, естественно, там есть всякие методы, есть очень много, огромное количество решений судов по этому поводу. То есть частично ограничить можно в определенных рамках, полностью ограничить нельзя, полностью изъять нельзя, никаким образом. Вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве части уставного капитала интеллектуальная права или исключительная права? Можно использовать, можно использовать, но для этого, опять же, существует определенная процедура, и опять же, для того, чтобы защитить общественный оборот, для того, чтобы защитить промышленный оборот, чтобы защитить права кредиторов. То есть предусмотрена определенная процедура оценки этих прав, и должна быть оценка сделана и так далее, и суд должен эту оценку признать. И если суд признает, что это оценка соответствует действительности, тогда такая возможность есть. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, я не знаю, как решается, вот если не совсем понимаю вопрос, пишите, если что, по e-mail. Можно ли гражданин другой стороны зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью в Германии? Да, конечно, нет ограничений. Спасибо вам, очень информативно. Можно ли дать рекомендации относительно создания юридического лица в германских федеральных землях, коммунах с точки зрения налоговой нагрузки? Я налоговым и правом вообще не занимаюсь, вообще не разбираюсь. Вот то, что я вам сказал, я знаю, а больше не знаю вообще никак. Является ли общество, хозяйственное общество и командитное общество юридическими лицами? Да, является. Благодарю за интересную информацию. Очень хороший вопрос. Благодарю за интересную информацию. Очень здорово. А какие обязанности общей сценной бумаги, которых обращаются на биржи? Корпоративных особенностей нет. Есть особенности много, которые являются биржевым, определяются биржевым законодателем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы слышали. Дали возможность пообщаться с вами на интересную тему. Всего доброго. Через 15 минут я вам очень рекомендую. Начинается очень интересный доклад. Татьяна Иголандер о санкциях. Очень актуальный, очень интересный. Обязательно приходите слушать. Не пожалеете. Субтитры сделал DimaTorzok